Его называют настоящим бедствием для экономики. Он не требует до заправки и частого ремонта. На нем легко научиться ездить и занимает он мало места. Помимо всего прочего, регулярные поездки улучшают здоровье. Но кроме всевозможных плюсов, у велосипедов есть и существенный минус. Их очень легко угнать. А с приходом лета такие преступления становятся особенно частыми. Злоумышленники идут на все, лишь бы заполучить чужой велосипед. На специальной пресс-конференции наглядно показывают, какие виды защиты от угона двухколесного транспорта существуют. От самых простых и дешевых до более усовершенствованных. Но все равно украсть велосипед для профессионального вора – дело минутное. И его не остановят даже все средства защиты. 20 лет уже занимаюсь велосипедом, больше 20 лет. Могу сразу сказать, ни одно защитное устройство не спасает от угона. Все это временно. Сегодня сотрудники правоохранительных органов находят другие методы борьбы с подобными преступлениями. У каждого велосипеда есть свой уникальный регистрационный номер, который находится под креплениями педалей. На случай угона или кражи в соседних с нашими регионах уже создана специальная база данных. Записать и запомнить номер велосипеда – гарантия возвращения пропажи для каждого владельца. Регистрировать велосипед в настоящий момент нигде необходимости нет. И законом это не предусмотрено. Вместе с тем, у каждого велосипеда, который сейчас выпускается в продажу, в наличии имеется свой уникальный идентификационный номер, который как минимум собственников велосипедов нужно попросить сфотографировать, сохранить. Наличие данных о данном номере существенно поможет нам в идентификации транспортного средства в случае его обнаружения. Схожая ситуация и с мотоциклами. Хотя здесь есть и сигнализации, и специальные поисковые маяки. Не помогают даже платные парковки. Водитель ведь вносит деньги не за то, чтобы его мотоцикл охраняли, а за аренду кусочка земли, на котором он стоит. Как и в ситуации с велосипедами, здесь есть простое решение проблемы. Уважаемые мотоциклисты, если вы хотите, чтобы ваше транспортное средство было надежно защищено, то кроме всех вышеперечисленных устройств, используйте еще и метод прямого зрительного контакта. По данным МВД региона, за пять месяцев 2017 года в Нижегородской области уже выявлено более ста преступлений, связанных с угоном или кражей двухколесных транспортных средств. В областном ГИВДД заявляют, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и мотоциклистов также значительно. 57 ДТП унесло жизни двух человек. Еще десятки пострадали. Хотя меры безопасности здесь абсолютно просты, и соблюдать их не составляет труда. Я хочу обратиться с помощью сегодняшнего нашего мероприятия. Все-таки крайне внимательным быть к соблюдению правил дорожного движения. Самим взрослым соблюдать эти правила и учить, передавать навыки своим детям. Тимур Хакимов, Максим Веселов. Объективно. ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok